всем привет мне сегодня новая прическа всех видов и цветов жду пока вы соберетесь как много-много-много людей присоединяется классно так не слышно да сейчас попробую я выключить выключить звук окно закроем волосы огонь всеми цветами радуги фильтр просто космический сейчас я поищу розетку где бы пристроиться поближе у меня просто скорее всего зажата был не сегодня мальвина у меня все цвета радуги прям так я даже не знаю чем мы с вами поговорим темы нету сейчас на ходу что с вами придумаем почему я вышла в эфир и вы уже знаете что я выхожу всегда поднимать себе настроение выходить в эфир и петь на улице и танцевать или еще что-то делать всегда страшно для меня что подумают люди это мой шаблон так шаблон вот и каждый раз когда я чувствую что мне не хватает движух я выхожу в эфир блин сразу все страхи куда-то уходят и вам тоже советую проявляться побольше о тему подкинули дарья о чем говорят комедоны на лице и ковыряние их но лицо лицо кожа прыщи там поклея все 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 это говорит о том что вы не принимаете реальность вы вам не нравится как вы выглядите как вы проявляетесь вам хочется спрятаться вы боитесь выражать свои эмоции боитесь о том что будут думать про вас то есть кожа это связь между внешним и внутренним и вот это внешне она не соответствует вашему внутреннему состоянию то есть ваше состояние внутри такое вы хотите там петь орать танцевать либо вы хотите орать в другом смысле не от радости а печальки какой-то и вы это не можете никак проявить и вот кожа на показывает все проблемы с кожей неважно где не там подбородок и лоб здесь все неважно главное что вот вот эта кожа показывает ваше непринятие и вы вот это вот внутреннее показать не можете вовне вы одеваете вот эти маски прячьтесь за них когда вам грустно вы улыбаетесь когда хочется вам улыбаться вы не можете себе это позволить боитесь дурачиться ой все у меня сразу пошли все эти вопросы по болячкам так по брачкам как-то не очень люблю хиро вести расскажи алгоритм трансформации тезисно тезисно в зависимости какой трансформации да что вам нужно то есть внешний мир нам полностью показывает наше внутреннее состояние если мы видим во вне конфликты если мы видим во вне что не исполняется наше желание если мы видим во вне какие-то недостатки в других людях недостатки в себе сигналит тело болезнями не достает нам благ каких-то и так далее это все говорит о том что внутри у нас такие чувства которые формируют эту реальность внутри чувства вот этой недостаточности либо чувство остановки где мы перестали двигаться любые проблемы внешние любые они говорят о том что мы в этом месте остановились и нам для того чтобы двигаться вперед и исполнять свои желания нужны все время перемены нам все время нужно идти как по маячкам по нашим страхам наши эти страхи то есть страх это просто маячок того что вот нам срочно необходимо познать увидеть в себе вот вот мы боимся всего то есть мы боимся больше всего вот все страхи это неизвестность за любым страхом стоит неизвестность мы больше всего боимся жизни жизни это неизвестность Жизнь — это поток идти туда, что мы ещё не знаем, идти туда и сделать то, что мы ещё не умеем, идти туда и сделать то, что могло бы нам дать вот этот пинок, чтобы мы смогли исполнить желание. Все наши желания за вот всеми вот этими страхами лежат. И чтобы двигаться, нам нужно осознать, что нам мешает и нас останавливает. То есть мы от этого потока себя всегда сами тормозим из-за того, что мы остановились и не хотим туда шагать. Поток, если вот расслабиться, нас всегда несёт в самые выгодные позиции, где все наши желания исполнены. Но мы туда боимся идти. Боимся из-за шаблонов. Шаблоны мышления — это и есть наши остановки, которые нас от этого движения останавливают. Вот эти шаблоны мышления просто выявляем вопросом к себе. Почему я решил, что вот туда двигаться там страшно? Почему я решил, что туда идти опасно? Или почему я решил, что вот моя вот эта вот убеждённость, что денег нет, и вот они только от работы придут? То есть задать себе вопрос, почему я так решил, и задавать себе вопросы, для чего я этого хочу. Ну для чего этого хочу, если мы задаём эти вопросы, понятное дело, ответ, блин, тут один-единственный, чтобы узнать, где я остановился. Шаблоны мышления — это наши узкие места, которые вот не дают нам двигаться. Они практически в каждом слове. Мы всё делим на плохо-хорошо, на какие-то крайности. Вот плохо и хорошо на самом деле не существует. Есть просто есть, и всё. А наш ум оценивает, что это плохо, либо это хорошо. Но для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. А вы вот под шаблон ставите какую-то убеждённость, что вот она точно плохая. Но что такое плохо на самом деле? Если мы рассмотрим шаблон плохо, это вот я сейчас алгоритм расписываю. Блин, ну я не могу вот так вот чётко, блин, я не структурированный человек. Я беспланов. Плохо — это то, вот мы всё оцениваем плохим, когда не знаем про это ничего. Наш ум сразу, всё это плохо. Потому что мы не видим картину целиком, мы не видим в этом истину, почему это существует. Мы боги, мы сами это всё создаём. Мы же это не просто так создали. Мы это создали для познания. Но мы не хотим это познавать, не хотим это увидеть, не хотим разглядеть, и поэтому наделили это плохо, и всё, и ушли от этого. А вот этот шаблон плохо нас тормозит от всего. Плохо — негатив. Я вот во многих эфиров говорила. Негатив. Что такое негатив? Это когда возьмём плёночку, да, негатив, непроявленная плёнка. Когда мы её подсвечиваем светом, ну, вовне светом, да, плёнку, когда проявляли раньше, может быть, кто-то помнит, как их проявляли, эти плёнки. Сейчас-то всё цифровое. Вот, проявили её. Там фиксаж был. Помню я эту плёночку, водичку с фиксажем. Потом на прищепке вешали. Она проявляется. То есть обратили внимание. В подсознании это значит, взяли негатив, осветили светом своего внимания. То есть осознали, увидели, покрутили, рассмотрели. И оно становится проявленным. То есть оно становится уже позитивным, увиденным, осознанным. То есть понятым, можно так сказать. И вот мы все слова разделили на позитив и на негатив. На плохо, хорошо. А каждая крайность не даёт нам двигаться. Когда мы хотим получить что-то хорошее, мы отрицаем ту часть, что она может быть и плохой, допустим. Или даже не знаю. Короче, давайте, ладно, по алгоритму. Мы задали себе вопрос. Вот, допустим, у меня нет машины. Я задаю себе вопрос. Что мне мешает её получить? Это один вопрос. Мне мешает получить. Ответы могут быть разнообразные. Мне мешает получить машину, потому что, блин, я недостойна машины. А как я её буду обслуживать? А денег у меня на машину нет. Это всё шаблонно мышления. Это наше убеждение, что у меня нет денег. У меня есть убеждение, что я не умею водить. У меня страх вождения. А где я её буду хранить? Горожа у меня нет. А денег на стоянку у меня тоже нет. А стоянки возле дома тоже нет. А её надо обслуживать. А я вообще не шарю в машинах. А какую машину купить? То я красную хочу, то синюю. То есть мне мешает очень много убеждений. То, что я её получить не могу. Это для меня сейчас невозможно в связи с какими-то моими жизненными обстоятельствами. И задаём потом второй вопрос. Всё это надо выписывать на листочек. Задаём потом второй себе вопрос. А для чего я хочу её сейчас не иметь? Ну, во-первых, если я её сейчас не имею, мне комфортно вызвать такси. Не надо беспокоиться о ней, где она там стоит у меня на стенке. Не стоит. Не надо сейчас думать про то, что нужно её обслуживать, тратить на неё деньги. Я вот вызвала такси, мне легче. Почему я ещё не хочу машину иметь? Мне будут завидовать, будут просить подвезти постоянно. Друзья насядут, отвези туда, отвези туда, будут тратить моё время. То есть это тоже шаблоны мышления. Мы выписываем все эти шаблоны мышления и начинаем просто их разглядывать. А действительно оно так? А с чего я взял, что деньги приходят только от работы? А с чего я взял, что обслуживать машину для меня какая-то непосильная ноша? А с чего я взял то и то и то? То есть мы начинаем рассматривать, рассуждать весь алгоритм. Просто нужно сесть и поработать над этим. На это время нужно. Я даже думаю, что знаний здесь не нужно, вообще никаких знаний, потому что любые ваши знания — это тоже шаблон. Любые ваши знания не могут рассудить шаблон. То есть, знаете, дурачки, они быстрее всего рассуждают эти шаблоны мышления. А вот все умники, они ни хрена не понимают. Знаете, почему? Потому что они-то знают уже заранее. Шаблон — это знание наше. Знание об этом. Мы уже получили некий опыт, и мы знаем. И вот не знать — это очень сложно. И люди, которые не заморачиваются, особо в крайности не впадают, те, которые живут легко, вот им легко взять и действительно, а что я так решил? Ну почему я так подумал? Почему я так придумал? И рассудить эти шаблоны. Важно, где каждая частичка тела что-то значит. А, это вы про сигналы тела. Ну да. Нам тело просто показывает узкие места. Очень хороший разговорник. Язык тела очень шикарный. Блин, даже психосоматику просто поизучайте, посмотрите. Сколько еще осталось времени успеть на марафон? Я из Крыма. У нас марафон начнется 12 ноября. У вас ровно месяц. Сегодня последний день попасть бесплатно на марафон. Завтра при выполнении условий вы попадете на марафон плюс 1000 рублей. Послезавтра 2000. Каждый день цена марафона повышается на 1000 рублей. Если условия не хотите выполнять, а условия — это сделать пост, о том, что вы идете на марафон, и условия сделать сториз, что вы идете на марафон, и записать в чат видеоприветствия. Видеоприветствия вне зависимости, платно вы идете или бесплатно, обязательно записать, поприветствовать девочек, потому что мы будем там общаться все вместе, и нам нужно поле, где мы открыты друг для друга. Поэтому записать видео «Привет, меня зовут Нелли, я пришла на марафон», потому что, блин, хочу с вами классно потусить в этом поле, все достаточно. Либо какие-то у вас другие причины, записывайте, ну, то есть креатив любой. Если вы не хотите выкладывать посты о том, что идете на марафон, то марафон стоит 55 тысяч рублей, вне зависимости, в какой день вы попадете, в последний, либо сегодня. Вот, но последний день бесплатный сегодня. «Только что смотрела в Ютьюбе твой канал, поняла, что хочу онлайн эфир и вуаля». Я бесплатно, как обычно. В контексте отношений с мужчинами, так и все, я уже не собираюсь. А ты собираешься в Черногорию? Да, я в Черногорию. Хочется посмеяться, не буду. Так. «Как трансформировать понимание мира, нашей реальности, проекции сознания из понимания умом, душевное переживание, реальное сознание, чувство, что многое заходит, но будто каплю инфу». А, вы слишком умная просто, капец, даже я не понимаю, что вы хотите. «Как выйти в первый эфир в Инстаграме?» Очень боюсь. Нажали кнопочку, вышли. Все, точка. «Нелли, для меня ты самое лучшее открытие этого года». Ой, спасибо большое, очень приятно. «Неземная благодарность за твою мудрость, силу и доброту». Спасибо. Очень приятно. Блин, так люблю, когда вы мне пишете такое. «Нелли, я иду на марафон. Как понять, если я выполнила все условия, что я участвую?» Вы заходите в чат модерации, скидываете все условия и в течение нескольких дней модераторы проверяют и добавляют на марафон. Если что-то не так, вам напишут. «Благодарю, Нелли, за мое ускорение для выполнения условий для участия». А, да. Я две недели назад объявила о том, что будет марафон, и все как дохлые мыши сидят в своих норках и боятся записать видео, приветствуя «Привет, девочки!». Но это уже, блин, смешно. Или выложить пост о том, что я иду на марафон женский. А в чём плохого в марафоне в женском? Я вообще не могу понять. В чём стыдно? Да пускай завидует вообще. О чём речь-то? Я вообще не пойму. У вас есть всегда выбор выбирать себя, свои желания, выбирать то, что вы хотите, либо выбирать других людей, не жить своей жизнью. Но когда вы не живёте своей жизнью, вы жизнь свою отберёте у себя очень быстро. Ну, очень быстро. Потому что, если вы не хотите жить, нафига, ну, как бы жить тогда? Ну, если желания такого нету, выбирать себя, свои желания, это и есть жизнь. Что такое ценить и любить себя? Это ценить и любить свою жизнь, свой выбор, свои желания. Если вы свои желания не выбираете, я, блядь, боюсь. А чё они там подумают? А с чего вы взяли, что они чьот подумают? Почему вы, такие белые пушистые, думаете про людей, что они говно и будут думать про вас плохо? Ну, почему? Но когда вы думаете, что люди говно, которые думают про вас, что вы какая-то не такая, они и думают это, потому что ваши убеждения материализуются мгновенно. Вот что вы о себе думаете, что вы думаете о других людей, сразу, сразу подтверждает материальную действительность. Это и есть наши шаблоны мышления. Вся наша башка вот забита шаблонами мышления, убеждениями. Эти убеждения и проецируют реальность вовне, и вы видите картинку мира такую, согласно вашему мышлению. Если вы думаете, что у вас есть деньги, и они приходят просто так, я не знаю, откуда они придут, я понаблюдаю, они приходят. Но если вы думаете, у меня нет денег, распишите, получите. Если вы думаете, у меня есть деньги, они будут. если вы считаете, что люди все говно, а вы так считаете, все, кто здесь белые, пушистые, вы считаете, что все люди вокруг вас говно, потому что вы думаете, что они думают про вас плохо, но с чего вы так взяли, непонятно. Кто из вас говно, они или вы? Если вы вот, блин, взяли и наделили всех людей вот такими петрушками, сидят там про меня, херню думают. Удивительно, как они еще ложкой вам по лбу не дали. Дело в том, что если вы считаете, что они такие плохие, они и будут вам это транслировать и показывать это. Да перестань нас уже наделять такими говняшками, просто перестань. Думайте про людей, что они классные. Они будут с вами. И они будут вас поддерживать, они будут вас вдохновлять. Что бы вы не хотели сделать и как бы вы не хотели проявиться, вас люди будут поддерживать. Но только тогда, когда вы будете считать их нормальными. Но вы так не считаете. Вы считаете, что вот они сейчас вас обосрут, блин. А если они вас обсирают, это, блин, причина вас. Потому что вы так захотели. Вы хотите быть правыми. Ну я же права была. Моё убеждение такое, что вот они меня сейчас замусолят тут. Я права. Похлопайте мне. Кто страдает из вас? Вы, конечно, и страдаете при этом. Самая красивая девочка с голубыми волосами. Вальмина. Ой, розовые, жёлтые. Что с воловами? Так. Страшно потерять что-то, что имеешь, что потом пожалеешь и будешь себя винить. Страшно потерять то, что ты не успеешь сделать, и эта жизнь пройдёт просто мимо тебя. Вот это, по-моему, страшнее. Ой, боюсь, боюсь. И сидишь всю жизнь, нос не высовывая на улицу. И так и жизнь не прошла. Разве не страшно жить мёртвым? Мне кажется, мёртвым жить страшнее, чем вы живёте вот... Блин, я не знаю даже, как сказать. Нам вообще ничего не принадлежит. Мы даже потерять ничего не можем. Мы можем потерять только время наше. Мы можем потерять нашу жизнь. Это единственное, что мы можем потерять. И мы её каждый день теряем, живём где-то там в будущем, в прошлом. Здесь сейчас никто не живёт. Никто не наслаждается жизнью вообще. Он думает, что он чего-то там достигнет и потом начнёт наслаждаться. Ага, конечно. Проснитесь уже. Вы потом будете лежать там старушечкой. Хорошо бы в 90, а то так и в 60-то уже будете лежать старушечкой, умирать. И думать, блин, вот я дурак был. Просрал всю свою жизнь, потому что просто сидел и думал, что люди думают обо мне всякое говно, высовываться мне нельзя, жить своей жизнью нельзя, свои желания выбирать нельзя. И ещё, если я что-то сделаю, вдруг я что-то потеряю. У вас даже ничего нету, чтобы чего-то терять. У вас реально ничего нет. Я буду себя винить и пожалею о том, что я что-то сделала. Да ты всю жизнь потом себя жалеть будешь, жалеть себя будешь, что ты не сделала ничего. У нас вот только миг, он из будущего моментально превращается в прошлое, ему вот даже словить не можем. У меня фетиш на новую качественную технику. Не всё могу себе позволить, в вопросе вижу и ответ. Не пойму, какое состояние не позволяю себе или в чём именно недостаток транслируя новизны. Ставьте во всех этих своих вопросах восклицательный знак. Ну вы же сами знаете, что вы тут спрашиваете. Сохраните эфир. Ладно, попробуем. Ещё есть время успеть на марафон? Я из Крыма. Да, конечно, сегодня. Смотрите, сегодня для меня это не до 23.59 минут, да? 11.00, сегодня 11.00, да? 11.00 числа. Для меня сегодня это до утра. Так что у вас ещё ночь впереди. Вот когда я утром глаза открываю, у меня новый день. Если я усну утром и проснусь потом днём, значит, у меня днём новый день. Можете ещё записываться. Московское время 20.40, так что у вас ещё полно времени. Весь вечер московский и вся ночь. До утра точно есть время. Нелли поджопника давала, да. Кто-то на марафоне тот олень. Зачем ты так, Андрей? Да ты олень, потому что ты мужик. Марафон женский. Ирина, сегодня последний день для бесплатного участия. Да, последний день бесплатного участия. Завтра тысячу. Но после того, как все откроют глаза и проснутся утром. За последние два месяца влезла в долги, потребительские кредиты, которых не было за всю мою жизнь. Мне 50 лет. О чём это? От долги к себе. Наконец-то вы начинаете прозревать, что вы хотите и понимаете ваше желание, но не идёте в эти желания. То есть подавляете в себе чувства, импульсы, желания, действия. Мало сидеть и хотеть. Надо ещё идти и делать. Конечно же. Сохраните эфир, пожалуйста. Ну да, я сохраню. Виснет очень плохо, что виснет. Тебе очень идут розовые оттенки, отслеживаю. Да, кстати, я тоже посмотрела. Мне зелёный нравится, синий нравится и розовый. Жёлтый так себе. Я сегодня, если честно, не расчёсывала волосы даже. Мне лень. Мне захотелось сегодня день сделать. Вообще тюлень. Так. А, знаете, что я хотела вам сказать? О чём-то марафон уже не раз говорила, но ещё раз хочу повторить. И вчера на канале Рефлексия, кстати, вы можете заходить, у нас есть чат, видеообщение, где мы, блин, болтаем, болтаем все вместе толпой. Нас там 680 с чем-то человек. Но почему-то из них общаются человек 50-100, а остальные молчат, боятся, проявиться, конечно. Такие, короче, скромные. Вот. Только смотрят. А мы там вовсю общаемся. Я вот вчера начала рассказывать про чайник. Про чайник с кипяточком. Люди, чайники с кипяточком подогревают всю окрестность. И хочу вот про это сейчас напомнить вам здесь. Я в сторис выкладывала, что, ребят, заходите, посмотрите. Ну, мало кто вышел-зашёл. Вышел-зашёл. Не вышел и не зашёл. Смотрите, мы с людьми, со всеми, когда резонируем вместе в поле, делимся всем автоматически, телепатически, делимся полем. И наше поле смешивается, наше состояние смешивается, наше настроение смешивается, наши чувства смешиваются, смешиваются, что там, эмоции. Если я такая вся огонь, у меня состояние такое подвешенное, настроение такое, ух, и рядом со мной очень грустный, если человек, он в моём поле начинает тоже чувствовать то же самое, что и я. А я немного скатываюсь под него. То есть я горячий стакан с водой, чайничек с кипяточком, а он там кувшин с ледяной водой. Мы смешаемся, наше поле, и получается, что он потеплеет, ему станет лучше, а я чуть-чуть приду в норму. То есть из моего вот этого подвешенного состояния я немного успокаиваюсь с такими людьми. Вот. Мы, получается, друг друга компенсируем. Если вы общаетесь с людьми в поле, токсичными, можно сказать, да, людьми, которые вечно в депрессии находятся, которые холодные, я их буду так назвать, холодные, мёртвые люди, которые не двигаются, живут как трупаки. Вот. Если вас окружает таких людей много, да, и вот прям поле окружает, представьте, как оно на вас влияет очень сильно. Вы, как чайничек с кипяточком, начинаете их постоянно подогревать, им чуть-чуть становится в вашем поле лучше, но при этом вы очень быстро остываете. Это как кинуть чайник кипятка в океан ледяной. Естественно, вы не можете подогреть этот океан. Если вы переходите в поле людей, которые такие же, как вы, либо ещё горячее, чем вы, неважно в какой сфере, к богатым людям присоединились, у них там свои движухи, к умным людям присоединились, у них свои движухи, людям, которые там любят петь, либо танцевать, вы невольно это получаете тоже, вы невольно начинаете под них подстраиваться. То есть вы начинаете подстраиваться под их уровень. Если вы холодный, рядом с горячими, вы подогреваетесь, но они немного теплеют. Понимаете, да? Вы смешиваетесь. И для чего я делаю этот марафон-то? Вы думаете, что мы на этом марафоне будем чему-то учиться? Вы думаете, что мы на этом марафоне будем курсы какой-то проходить? Нет. Это поле будет, где мы себя качнём, просто и смешаемся с вами, и качнём женскую энергию, качнём женское поле. Если вы умные, всё знаете, коучи там, супер-мегапсихиатры, психологи и так далее, вы там такие думаете, что чему она там меня научит? Короче, люди, вы туда идёте за полем, а не за информацией. Информации в вашей башке столько, вы даже не представляете. И вы её ещё бесконечно будете открывать в своей голове. Но мы сейчас идём вот в это поле. И если вы супер-умные, ну вы не потупеете, конечно, в этом поле, но вы хватанёте этой энергией. Те, кто новички, не понимают, мы будем выполнять разные задания, не понимают очень много вещей, что за женская энергия, как принимать, как раскрыть себе творца, как раскрыть это творчество, как раскрыть эту женскую энергию, как стать сексуальной, как начать получать оргазмы, как начать раздавать себе долги наконец-то, как получать деньги, как получать блага, как уметь просить не прося, как уметь получать свои желания. Вы это тоже всему научитесь, потому что тем будет много, и мы каждый день будем несколько тем рассматривать. И мы в этом поле, как, знаете, критическая масса такая. Десять девочек делают задания, пишут о своих результатах, внедряются в мозг всем, потому что это поле. И я зову вас, собираю ради вот этой смеси, такой жгучей. И девчонок у нас собирается очень много, очень классных, и довольно-таки, вот новичков очень мало, потому что я смотрю, кто записывается. Те, кто уже давно смотрит, кто уже свои курсы ведёт, кто уже свои вебинары, те, кто уже такие на движухах. Очень много девчонок, больше половины, которые, ну, такие энергичные, очень прям, прям, как я. И представьте, как вы качнётесь, вот все остальные, которые вот боятся вот этот нос высунуть туда, наружу, в жизнь. Поэтому обратите внимание, нужен вам марафон или нет, хотите вы качнуться или нет. И про чайничек, с кипточком-то, что я хотела сказать. Вы, если хотите подогреть океан, он вас быстрее остудит, чем вы его подогреете, ну, если вы в таком поле. Поэтому уходите с поля холодных, мёртвых людей. Просто уходите. Вам не нужно иметь такое окружение. Уходите с этого окружения. Не бойтесь расставаться и разрывать связь с такими людьми, потому что они вас двигают вниз. При этом присоединяйтесь к таким же кипяточкам, как вы, к таким же чайничкам с кипятком, к таким же горячим людям. Присоединяйтесь. И вас становится не 1 плюс 1 — 2, а 1 плюс 1 — 11. Не 1 плюс 1 плюс 1 — 3, а 111. Энергия множится. Вот это поле, оно в геометрической прогрессии во все стороны растёт. И представьте, если вы уже 3 чайничка кипяточка тусите вместе, ваше поле вокруг подогревается быстрее. То есть вы можете помочь людям, объединяясь и общаясь. Не знаю, как сказать. То есть вы, получается, объединяетесь с людьми, которые такие же горячие, такие же, как вы, либо вы присоединяетесь к тому кругу людей, которые могут вам в чём-то помочь. Например, вы хотите там что-то приобрести, какие-то навыки, и идёте в этот круг общения. И вы автоматически, даже не сильно углубляясь в это, начинаете это получать. И вы этой толпой вокруг вас увеличиваете поле, которое захватывает и остальных других людей. То есть если мы хотим подогреть океан, нам нужно объединяться, уходить от всего холодного, объединяться с горячим, и уже от нас пойдёт большая волна. Блин, мне на ум даже не приходит, как это по-другому объяснить, как работает эта энергия, как работает наше поле. Короче, мы её умножаем взаимодействие друг с другом и делимся. Поэтому подогреть океан можно, но не в одного. В одного это невозможно. Нужно объединяться, чтобы подогреть этот, блин, холодный океан людей, вот этот весь мир ледяной, мёртвый просто. Нужно подогреть. Как это сделать? Объединяться с единомышленниками. Для этого у нас есть чат-рефлексии. Для этого вот я устраиваю этот марафон. Это марафон, на котором не будет продажи других марафонов. На нём не будет никаких продаж, ничего. Это будет марафон, курс, тусовка сама по себе полноценная, где никаких продаж не будет. Это не такой марафон, где, знаете, сейчас инфобизнесмены делают бесплатный марафон, бесплатный курс какой-то, какие-то уроки, а потом закрывают на платный. Я не инфобизнесмен, бизнесмен. У меня такого нету. Это будет полноценная прокачка нас, толпой. Поэтому давайте уже это. Не стыдитесь вот этого. Но что я ещё хочу сказать. те, кто боится выйти, вы нам будете охлаждать наше поле, поэтому не приходите. Да. Я жду только горячих. Нелли, ты собиралась в Новороссийск? Да, я, кстати, приеду в Новороссийск, у нас будет встреча. Это будет на этой неделе. Как точно, как точно, когда точно, я не знаю. может быть послезавтра, может, послезавтра. Короче, в течение недели. И я за сутки сторис опубликую, даже пост напишу, что встреча в Новороссийске, ребят, давайте. Востолько-то там, где, не знаю, скорее всего, гостиница Новороссийск на набережной. Там есть, короче, кафешка такая интересная, типа антикафе. Ну, не антикафе. Короче, ладно, мы там потом решим, я подумаю. Если хочется посмеяться, надо смеяться обязательно. Как научиться принимать? Вот давайте на этот марафон. Горячие девчонки. Зачем в Черногорию? Сразу нужно в Сербию и вознестись в небеса. Да, действительно. Те, кто холодные и мёртвые, это не ко мне. Давайте это в Сербию к Далматову. Пускай он вас там вознесёт к Отцу Небесному, вдунет вам духа в рот. Что он там ещё сделает? И сушняк своих от вас заберёт. Жуть какая. Когда я выкладываю посты о марафонах, Нелли, мужчины всегда часто лайкают. Так что не стесняюсь, а развиваюсь. Классно. Нелли, спасибо тебе, твой эфир очень полезный. Благодарю. Да, сегодня супер дедлайн был, я активизировалась. Слушайте, мне реально надоело ждать, пока все свои сиськи помнут и придут. Поэтому я решила всё. Хоррэ, короче, вы так нос свой не вытащите. Я не боюсь, я телюсь постоянно. постоянно. Всё вокруг временно, а я вечен. Да, смехотворец, это точно. Мы вечны, на самом деле. Я того и седая. Недавно ты говорила, что седые волосы это про мудрость. Ну да, мы слишком умные, и умные волосы покидают глупую голову, и глупые волосы покидают умную голову. Ты молодец, что подстегнула многих с оплатой за марафон. Пока петух в жопу не клюнет, многие не делятся. Да, конечно, согласна. Просто сегодня меня саму петух клюнул, я думаю, что это, короче, фигня. 200 человек добавилось, и 100 в чате модерации, и молчат, и никто ничего не присылает. Я вывесила пост, плюс 300 человек добавила за полчаса. Круто. Ну, как минимум, там 600-700 человек у нас уже есть. 600-700 человек, ну, это, кажется, нормально. Ну, я, конечно, 300, ой, 300, 3000 хотела. Вот. Но, 3000, это уже, наверное, силком, если заставить людей, ледышек к нам прийти, они нам, это, весь океан, короче, это, сделают еще ледяным, и я стану вообще мертвой с вами. Да. Многим надо заплатить, чтоб решиться. Да, пожалуйста, я оплату принимаю в любой валюте. Почему нет? Давайте, платите. Я только за. Если бесплатный марафон, денежки всегда жду просто так. Благодарю тебя, я научилась ходить в стыд. И, о боги, это так классно, все вмиг меняется. Почитайте друг друга, вдохновитесь, посмотрите, как классно пишут, какие отзывы. Что, в страхе ходить-то? На самом деле, не так страшно. Точно работает определение других людей. Повернула шаблон на то, что все, все охрененные, творческие, кайфовые, и все разом стали это транслировать, просто масса людей и разом. Да-да-да-да-да. Мы в людях видим только наше, собственно, говнишко. Больше ничего. Меняем внутри свои убеждения. Начинаем видеть совершенно другой мир, совершенно других людей, их проявления. Как перестать нервничать? Скажите мне. Это тоже. Я еще до сих пор не в курсе, потому что я вечно комок нервов. Вчера ходила на массаж, позавчера. Два дня уже спина болит, аж разогнуться не могу. И мне в четыре руки массаж делали девочки в Краснодаре. Кстати, выложу их. Кто в Краснодаре, прикиньте, массаж в четыре руки, все там, лицо и тело, и ноги, и вообще все. И настолько круто, и вот сколько массажей этих делало, куча. Вот. Но в четыре руки у меня просто был взрыв мозга со всех сторон одновременно. Я вообще не понимаю. И вверх уже, и низ, и голова, все вместе. Короче, массируется. Так классно. Выложу, короче, сторис про девчонок краснодарских. Блин, записаться советую. Так вот, что я хотела сказать. Они меня так размассировали, что я домой пришла, и вот сутки просто лежала вот в состоянии омепном. Я такая расслабленная была. А к ним легла, они сказали, что у меня мышцы просто такие твердые, но я комок нервов, я реально комок нервов. Я нервничаю постоянно, потому что люди пишут в личке столько всякой фигни, что я просто как это ежик такой урааааа, всех ненавижу. Поэтому я не знаю, как перестать нервничать. Массажи только, массажи, чтобы расслабляться. Но я вот кроме массажей пока себе ничего не придумала. Слишком эмоциональная, я пипец просто эмоциональная. Я не держу никакие чувства в себе. Хочу рыдать, я рыдаю при всех. Хочу смеяться, ржу. Хочу дурачиться, дурачусь. Хочу сказать людям, что они такие-сякие, скажу. И эти эмоции прям у меня всегда такие. И я тоже нервничаю. Признаюсь. Вот, может быть, на марафоне мертвые люди придут гуськом оживать. Они меня охладят. С уважением стал относиться к полицейским. Они вчера пропустили с детьми в метро. Я даже заплатить не успела. О, как классно. Благодарю, так щедро делишься знаниями. Очень вдохновляет жить. Я не могу не делиться. Как это? Жизнь, когда через край льется у людей, они заражают этой жизнью других. Мертвые люди могут заражать только своим... Амебностью своей. Смешнее люди, да? Они тут смешат. То есть, чем богаты, то и давать можем. Как научиться думать по-другому? Заставлять себя думать позитивными установками или как? Позитивная психология — хрень собачья. Вообще хрень собачья. Мы принимаем все свои чувства. Злость, гнев. Посмотрите, вот мой эфир. Я же там прям так про злость, про гнев рассказала. Каждое чувство, оно нам нужно. Мы просто неправильно его используем. Рассмотреть и подумать. А как это можно использовать по-другому? Если... Ну, чем меньше мозгов, тем легче придумать будет новый способ использования гнева. Гнев — это офигенно, как круто. Так же круто, как и радость. Радость — это тоже крайность и шаблон. Мы всегда стремимся к этой радости и начинаем блокировать остальные все чувства, которые нам очень нужны. Позитивно думать... Люди, которые думают позитивно, они очень рано умирают. Вот вся эта позитивная психология, сразу почки, желчные, сердце, легкие. Все прихватывает. Насморк постоянный, платье души, да, ты сдерживаешь себе эмоции, у тебя нос не дышит, дыхание никакое. Глаза начинают плохо видеть. Все потому, что позитивная психология. Мы видим только хорошее, а все плохое — это тоже наше. Мы в эту жизнь пришли познать себя. Что значит познать? То, что мы знаем, и позитивно, это мы уже познали. В этой жизни, в других воплощениях мы это уже познали. А вот то, что мы не познали, это то тёмное, тот негатив, которым вы называете плохое. Это то, что вы не познали. Это нужно рассматривать и переводить в любовь. Почему? Это хорошо. Всё, что вы видите плохое в людях, всё, что вы видите плохое в себе, переводить, почему это хорошо. Это не позитивная психология вообще. Позитивная психология, да, вот мне нравится. Сергей Долматов как сказал, я прям помню эту фразу и прям ржусь с неё. Позитивная психология. Я не обосрался, я не обосрался, я не обосрался. Сидя на кучке говна. Блин, воняет, но я не обосрался. Позитивная психология. А когда ты принимаешь себя и начинаешь себя познавать, ты такой оглядываешься, блин, я обосрался. Воняет. Ты признаёшь это. То, что да, блин, действительно оно так. Встаёшь, идёшь стирать штаны, мыться и понимаешь, что померещилось там или ещё что-то. Ну, после того, как ты это признал, что это есть. Позитивная психология – это отрицание, просто отрицание. То, что это, блин, материальная действительность одна, а ты смотришь на него, не, не, это не так, всё хорошо, это не так, не, не так. Поэтому вам нужно долюбливать, признавать принятие. Женская энергия есть принятие. Признавать и долюбливать то, что вы это сотворили, то есть признаёте внутреннего Творца, внутреннего мужчины, то, что вы это сотворили. Признать. Инь-янь, гармония, да, женская, мужская энергия, женская энергия. Признавать и принимать то, что ты сотворил, то есть признать своего внутреннего мужчину, своё творчество. Бога внутри себя. Блин, я это сотворил, ты моё. Для чего-то это хорошо, почему-то это мне нужно. Для чего? И начать рассматривать. Так, зачем, почему, для чего? Как только вы начинаете задавать себе эти вопросы, ответы приходят. Когда люди говорят, я не слышу себя, вернее, я не слышу духа, потому что вы духа какого-то слушаете. Когда будете слушать себя, вам ответы будут приходить. Плюс всегда ответы в ваших вопросах. Если вы правильно задаёте себе вопрос, ну как правильно, нет, правильно, неправильно, вы задаёте просто себе вопрос, в котором конкретно объясняете себе суть, то просто в конце восклицательный знак ставите и понимаете, что нифига, это был ответ. Я в вопросе уже себе ответил. Виснет интернет. Значит, почему-то какие-то вещи вы не хотите слышать. Не могу ничего сказать. Ничего не могу сделать. Извиняйте. Нелли, ты будешь в марафосе, в Новороссе? Буду, я уже третий раз отвечаю, что в течение этой недели я приеду и за сутки объявлю. Блин, волосы такие смешные. А мужчинам подходит жить по своим желаниям, импульсом в потоке или это чисто женское? Люди, вы меня пугаете. Мы с вами двуполые существа. В нас 100% мужская и женская энергия. Двуполые. Мы не мужчина и не женщина. Да, в теле воплощены для того, чтобы потом на мужчину смотреть, как в своё зеркало, и на женщину, на своё женское, на мужчину смотреть, видеть своё мужское. Вот. Неважно, в каком мы теле, мы 100 на 100. Мужчина и женщина одновременно. И в нас две энергии. Неважно, кто вы, чё вы. Мы все должны жить по своим желаниям и по своим импульсам. В мужчинах такая же женская энергия. Они должны научиться принимать. Они должны научиться принимать то, что они творят. Женщины точно так же должны научиться принимать то, что они творят. Что такое тотальная любовь, о которой вы все говорите? Я хочу научиться тотальной любви. Тотальная любовь — это принимать мир таким, какой он есть, не пытаясь его изменить. Как его принимать? Ну, когда вы осознаете, кто вы, а вы и есть тот бог, которому вы там в церкви ходите молиться внутри вас, и божественно внутри вас, и мы все один-единый бог, одновременно играющий во всех скафандрах. Когда вы это осознаете, осознать мешают шаблоны мышления. Не-не-не, я не бог. Меня учили, что он там где-то на небе. Когда вы эти шаблоны осознаете, просто нужно посидеть с шаблонами и подумать, а действительно это так. А кто мне это сказал? Ну, правда всегда подтверждается. Если вы подумаете принять другую правду, другую точку зрения, понаблюдайте, вы увидите подтверждение этому, тому, во что вы верите. Я хочу почувствовать и быть благодарным за то, что я отдал долг. Почувствуй. Так. Сейчас я быстро пролистаю ваше сообщение. Я еще только про чайники горячие читаю, холодные. Как будто из норы меня вытаскиваешь. Страшно, но классно. Если я правильно понял, то можно только с чувствами работать. Желания не столь важны, как чувства, которые хочешь ощущать. Да, наше желание — это подсказки. Наш мозг рисует из тех чувств, которые мы хотим чувствовать, осознать, увидеть эти чувства, из которых мы сотканы. Мы — это чувства. Мы — это не наше тело, не наш ум. Мы — это чувства. Эти чувства в уплотненной форме уплотняются в какие-то образы, которые ум нам рисует. Образы в виде материала. Материальная, внешняя материальная действительность — это уплотненная форма наших чувств. И мы щупаем вовне это всё материальное. Сейчас даже пример приведу. Чувствуем материальное, это всё вовне, и внутри просыпается чувство. Вот, например, ложка. Мы её материализовали с помощью букета чувств. Какая она там? Она гладкая. Пахнет лимоном. Часть лимона пила. Она такая вот... Я на неё смотрю, у меня гамма чувств на самом деле разных. Она холодная. Вот я чувствую внутри себя, что ложка серебристая, холодная, приятная, но в общем, гладкая, такая-сякая. Вот у меня букеты чувств. Вот эти букеты чувств материализовались вот в такую ложку. Ум мне просто показал вовне, какие чувства я хочу себе почувствовать. почувствовать. И я их почувствовала сейчас. Я себя познаю через эту ложку. Ложка — это я. Это я, воплощённая в этой ложке, сделанная из букета чувств. Чтобы себя осознать, понять, кто я, что я, что это ложка. Я чувствую, когда я её щупаю, трогаю, чувствую её. Но это не её я чувствую, себя чувствую. Потому что чувства же не в ложке, они же внутри меня, они тут. Я чувствую себя, глядя на эту ложку. Я воплощена везде. И я познаю так себя через весь этот внешний мир. И за каждым желанием, которое у нас есть, например, иметь машину, мы не машину хотим, это всего лишь образ. Мы хотим почувствовать те чувства, которые даст нам эта машина. Например, машина даёт нам чувство комфорта, она может дать нам чувство свободы, чувство, что я могу взять в любой момент в мобильности и куда-то поехать. Чувство посмотреть, какой я крутой. У меня есть машина, нафига мне там гонять на блабакаре или на такси? У меня есть своя машина. А если это ещё машина крутая, то я вообще стану крутой. Всё это от того, что мы себя обесцениваем, естественно. И мы хотим эти чувства не внутри себя найти, а найти в этой машине. Если вы поймёте, что те чувства, которые внутри вас здесь сейчас есть, они материализуют всё это внешнее, то дав себе эти чувства, которые вам не хватает, это внешнее тут же материализуется вовне. То есть если вы хотите машину, вам надо дать себе все эти чувства, которые даёт вам машина. Без машины дать. И потом вы наблюдаете, как появляется эта машина. Но 99% после того, как вы дадите все эти чувства, а там их ни один, ни два, ни десять, ни сто, там много чувств, которые в этой машине, вам она уже не понадобится. Нафига? Я и так могу всё это чувствовать, быть крутой и без всяких внешних вот этих вот, внешней мишуры. Поэтому желания, они важны только для того, чтобы распознать себя, да, и свои чувства, и что мы хотим чувствовать. Кстати, вот в приветствиях часто от бывалых прям другой энергии и мотивации веет. В приветствиях часто от бывалых прям другой энергии и мотивации. От каких бывалых? Чего? Часто от бывалых. Не пойму. Как участвовать в марафоне, я тоже хочу. Посмотрите сторис, посмотрите мой последний пост. Кипятильники всех стран, объединяйтесь. Согласна. Объединяемся, кипятильники. Мы тут не только ещё с одной страны. У нас очень много будет с Европы, очень много с Америки. Вообще, все мои курсы почему-то проходят. Люди, которые в Америке, в Европе, всегда удивляют. Очень мало с Россией. Давайте Россию тоже качнём. А то что это? Одно там зарубежье качаем. Понятно, русские. Хотя сейчас я работаю с итальянцами и прям чувствую, Виталию качну. Так. Про кипятильники всех стран очень смешно. Да, действительно. Нелли, для мужчин думаешь делать марафон? Ну, я каждый год проводила и для женщин, и для мужчин. Только для мужчин мне нужен ведущий. Потому что я мужской чат читать не хочу. Там поднимаются такие темы, которые, ну, я как девочка не хочу читать. Я предлагала, там, два раза помогал мне Лёша Смирнов, Алексей Смирнов. Кто-то подписан на него, может. Если он на третий марафон согласится провести, то я бы ему скидывала бы задание, а он бы вёл. Нужен ведущий. Но, опять же, после женского марафона я два не потяну сразу. Завтра уже будет платное участие? Да, тысяча рублей. Анюта, у вас есть время выложить, блин, за три секунды пост из сторис и зайти сегодня? Чё булки мынём? Непонятно. В Новороссийские встречи на тему чего? Никакой темы просто со мной потусить. Какая тема вообще? Вы реально шутите, что ли? Что с волосами у вас? Болею. Стимульнула. Жак. Я вообще нифига не понимала, когда первый раз увидела меня. Сейчас уже что-то догоняю. Ну да. От меня все подписываются, отписываются, подписываются, отписываются. Чё она несёт? Какую-то фигню. Какой бог внутри? Почему причина во мне? Я могу управлять своими желаниями? Чё за чушь? Причина во мне? Реально? Вот. Ну потом, чё-то щёлкает в мозгах, душа обратно заводит. Нелли, тревога, тревога замечала. Пока поймёшь, почему с ума сойти можно, как слышать себя и понимать быстрее. Давай на женский. Будем там слушать себя. Я такая же нервная. Всё на лице написано. Не, у меня не написано. У меня гладкая кожа. Сейчас просто фильтр, видите, какой у меня прикольный. У меня коммуникация не хромает с внешним, но я нервная. И это хорошо. Это хорошо, что я нервная. Нелли узнала о вас недавно. Я в полном восторге. А муж меня стал бояться. Говорит, что не знает, что от меня ждать. Девушка-загадка. Он не боится, а наоборот, восхищается. Раньше я ходила, бухтела, ругалась, а теперь весёлая, добренькая и пофигистка. Женщина-загадка. Помните, нам раньше всегда навязывали, что оставайся, будь женщиной-загадкой, потому что, если ты как открытая книга, типа с тобой потом станет скучно, мужчины уходят. Да, действительно, женщина-загадка — это та, которая непредсказуема, постоянно новая, постоянно на движух каких-то. Сегодня она грустная, сегодня она бьёт посуду, а завтра она вот такая вот. Нужно быть разной, весёлой, добренькой, но не всегда. Можно быть и злой, и дать подзатыльников, потому что люди притягиваются к нам ровно за тем, за нашими эмоциями, за нашими проявлениями. Каждый человек, вот который здесь сейчас с вами резонирует, рядом находится и получает от вас поджопник, там втык, либо улыбку, либо благодарность, либо нахер был послан, он за этим к вам и пришёл, иначе бы его в вашем поле не было. Паза желаний всегда совпадают. И когда вы подавляете свой импульс, не исполняете своё желание, помните, вы не исполняете желаний того человека, который к вам пришёл. Ты такая актриса, так здорово показала омённых людей, смешно. Блин, да здесь кто-то это, заскринил. Группа закрытая, марафон, да, закрытая группа, конечно, только для девушек. Во сколько начинается марафон? 12 ноября с утра. Но он уже начался, все, кто в чате, там уже знакомятся. Как время будет распределено в марафоне? 24 часа в сутки, за сутки даётся тема, вы в течение дня, когда хотите, выполняете, вечером сдаёте отчёт. И общение в чате беспрерывное. У всех будет разночасовой пояс, мы не привязаны ко времени, мы привязаны ко дням. То есть за сутки даётся задание, на следующий день вы его заранее читаете, знаете, что будет завтра, завтра вы выполняете в течение дня. То есть все мои марафоны построены без отрыва от вашей работы, учёбы, дел каких-то. Но я рекомендую вообще всё бросить, взять отпуск и просто насладиться, насладиться этим полем, потому что ваша жизнь точно прежней не будет. это я вам гарантирую, потому что уже не первый год мы ведём эти марафоны и люди просто есть, которые не поняли отваливаются. Вот такие вот, да. Чё они там несут? Фигня какая-то, причина во мне? Не, не, причина во мне, не, 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 Желание исполняется вот так, да чё вы, они гонят всё, а это вот они козлы, всё виноваты. Вот такие быстро отвалятся, да, конечно. А вот те, которые, короче, любят движухи, познавать себя, у них всё меняется, просто вот так вот. У нас на прошлом марафоне мы ещё не начали, его за пол, сейчас скажу, за полнедели, там, дня 4-5, половину людей, прикиньте, тысячу человек, отдали свои долги, им вернулись, какие-то деньги, подарки, исполнились какие-то желания, мы ещё марафон не начали, они просто начали общаться, мы за неделю открыли чат, за неделю до марафона, чтобы девочки пообщались, не просто видео скинули, каждый там познакомился, посмотрел видяшки, кто в чате, а именно поболтали, и каждый начал рассказывать о своих проблемах, просто одного поля хватило для того, чтобы многие проблемы решились, я заявляла о первом марафоне, что это будет секс и оргазм, то есть мы будем общаться на тему, кто из девочек не получает оргазмы с мужчинами, это, наверное, 80% женщин, население планеты, просто имитируют оргазм, и что вы, девчонки, можете спокойно этим оргазмом, блин, ну не научиться, получать их спокойно можете, вопрос вот здесь, в башке, и ещё тема была заявлена, на отношении, наладить отношения с мужчинами, либо встретить мужчину, так вот, мы только начали знакомиться, у нас была объявлена тема, мы ещё не выполняли задание, очень много девчонок начали писать о том, что они впервые в жизни начали получать оргазм с мужиками, либо встретили мужика, я вообще была в шоке, сама, я просто не ожидала от того, что так вот это поле повлияет, поэтому вот эти вот беб-беб-беб-бебки, они отвалятся очень быстро, кто-то вот сейчас пишет, когда идёт на марафон, что были на первом марафоне, ничего не поняли, ушли, какая-то лажа, какая-то фигня, задания не выполняли, ничего не случилось, были такие вот, сейчас они идут уже, потом пошли на второй марафон, сейчас идут на третий, говорят, ну просто космос, всё равно возвращаются люди, кто меня ненавидел, они возвращаются, возвращаются. То, что вы ненавидите в нём, есть у вас самих, да, конечно, всё, что мы отрицаем и не любим в других людях, это наша тёмная сторона, которую нужно осознать и сделать из этого талант. У мужа химическая аддикция, алкоголь, о чём это, что делать? Люди, которые пьют, наркоманят, они ближе всего к себе, они ищут радость, ну потому что они понимают то, что радость — основа жизни, это когда тело сигналит о том, что мы пропускаем через себя этот поток жизненной энергии, вот, когда мы радуемся, это индикатор тела, что мы живём, наполняемся, ну, вернее, не наполняемся, пропускаем через себя этот поток жизни энергии, мы двигаемся. Но не все знают, как радоваться, поэтому ищут искусственную радость вовне, в алкоголе, кто-то ищет в сексе, кто-то искусственную радость ищет там, как я езжу по всему миру, и, короче, у меня такая манечка, я посетила очень много Диснейлендов в разных странах, и просто с детства мечтала, сейчас ворвалась, и у меня просто вообще радость от того, что на горках катаюсь, вот, да, это тоже искусственная радость, но я кайфую от неё, мне нравится, вот люди не знают, как себя радовать, поэтому алкоголем убиваются, либо расслабляться не умеют, поэтому к алкоголю прибегают, либо им жизнь их не нравится, и алкоголь, вот эти вот мысли все на время убирают, то есть подумайте, что для вас алкоголь, и чем вы хотите его заменить, ну, вернее, что вы хотите им заменить, не его, а им заменить, и попробуйте, муж же ваше зеркало, это же вас, он вам просто это транслирует и показывает, попробуйте всё это дать по другим, каким-то другим способом, по-другому, то есть как можно себе дать радость по-другому, как можно расслабиться по-другому, как можно убегать от проблем по-другому, можно от них не убегать, можно их решить, а если я ничего не хочу, Оксаночка, вы чего-то хотите, вы даже хотите чего-то не хотеть, это уже чего-то хотите, ну, вы просто не рассматривали, не может быть такого, чтобы вы ничего не хотели, а пробывал их, это в смысле от участниц, которые проходили марафон, а, понятно, я не поняла просто, хочу быть ведущим мужского марафона, смехотворец, ну, там просто, а что можно тебя взять с ведущим, если всё-таки Алексей согласится, потому что нужен человек, который понимает мои загоны и кто их уже вёл, вот, давай, короче, упрашивать Алексея и тебя в соведущие, где мой, где муж твой, Нелли, а, муж объелся груш дома, вот, а я просто к маме в Краснодар слетала, и тут тусю, пока недельки-две, а он в Москве, а я в Краснодаре, не отбила тут и встречи, я нашла тебя, так как искала, отписаться не думала, таких мало, 50% отписываются, кстати, я вот хочу сказать, то, что недавно я рассказывала про секту, я сейчас удалила это, ну, потому что в личку уже надоели эти сообщения, поржала, всё, пар выпустила, я осознавала, для чего я это сделала, для чего я начала писать про секту, кто читал, посмеялись, для того, чтобы почистить своё поле, я где-то добавила 50 человек в чёрные списки, кто не со мной, тот идёт нафиг, вот, и сейчас, если кто-то мне не нравится в комментариях, или не нравится моим менеджерам, мы сразу в чёрные списки, короче, я поле своё расчищаю, так что, кто отписывается, ко мне потом не добавится, я знаю, прыщи — это коммуникация с внешним миром, да, почему сердце даёт сбой, а операции на сердце, что отражает нам? сердце — это самый прямой сигнал о том, что вы подавляете свои чувства, то есть вы не разрешаете себе эмоции, считая их каким-то плохим, то есть любые эмоции, которые вы считаете плохие, вы их подавляете, то есть вы много накопили в жизни обид, злости, это подавленная, глухая злость, то есть вы самый позитивный человек на свете, вы очень добрый, очень хороший, лояльный, вы настолько умертвили своё тело, которое даже не подаёт сигналы, которые могли бы вас раздражать, а мы люди только ради в раздражении можем двигаться, расти, двигаться, идти в новое нам даёт раздражение, и когда вы его не испытываете, такие, знаете, сладкие, люди, вот прям такие вот хорошие, добрые, прям учительницы, вот, таких учителей очень много в чёртных список добавила, вот они любят, ты не матерись, сердце потом у этих учительниц очень сильно болит, даёт сбои, проблемы у самых-самых добрых людей, которые просто не чувствуют своё тело и подавились сигналы, естественные сигналы тела, естественное раздражение, злость, это естественный сигнал, как и смех, как и слёзы, нормальный сигнал, неплохой, нехороший, это сигнал, мы эти сигналы подавили, даже их не чувствуем, потому что у нас есть шаблоны, что это плохо, и вот сердцем страдают все люди позитивные, добрые, такие все хорошие, которые отрицают плохое и подавили. в театре и других людишек, блин, это же такой сбой в работе, да-да-да-да-да, так, чё все ржут, о чём я говорила? моего мужика бесит, что я жить не умею, ведь я живу одним днём, ведь так нельзя, ну и он меня бесит своей примитивностью, согласна, где-то вы не принимаете свою примитивность, надо принять, осознать, и... А чё же он вам ещё транслирует, интересно? Жить одним днём это круто, да, но это тоже крайность, где-то там нужно подумать. Вот же ваше зеркало. Надо найти новое третье всё-таки между крайностями, жить одним днём вообще как дурочка и между планами какой-то новой третьей. Я сегодня плачу целый день, с утра допёрла, что такое любовь к себе? Внимание! Меня очень радует, что я могу вызвать в себе нужные эмоции и порадоваться здесь, Да, это прям очень круто, и многим людям надо этому учиться. Нелли, если мужчина моё зеркало, как мне представить или как чувствовать в нём мою любовь? Зачем вы в нём вашу любовь чувствовать? Вы можете её только сами к себе почувствовать. Что такое любовь? Любовь-то внимание к тому, что весь мир это вы? Внимание к себе, на свои чувства, что вы видите вокруг и что вы при этом чувствуете. Так вы себя познаёте. А любовь связывать с другим человеком — это шаблон, это просто какая-то странная привязка. Мы так привыкли, что если мы себя не любим, то мы пытаемся требовать эту любовь от других людей. Мы к ним привязываемся, доим их как коровы, а они, естественно, нам ничего дать-то не могут, потому что никто никому не может дать собственную энергию, собственную жизнь. Вы же не можете свою жизнь дать другому человеку. Любовь — это жизнь, это движение. Как вы можете её кому-то дать или у кого-то взять? И так как мы забываем об этом, что Любовь внутри нас и только для нас, а мы хотим её от других поиметь. А Любовь — это осознание того, что я есть, я чувствую здесь, сейчас, и я есть. Как я могу эту Любовь связать с другим человеком, и я есть, я вообще не понимаю даже как. Когда мы себя не наблюдаем здесь, сейчас, нас нет, и мы хотим внимания от других людей, чтобы они нас наблюдали и давали нам понять, что мы есть. То есть, понимаете, мы есть, если мы это чувствуем, я есть. Это Любовь к себе. Но так как я не чувствую себя здесь, сейчас, я чувствую себя в будущем, планы прорабатываю, то, чтобы существовать, Бог своим наблюдением творит реальность. Я себя не наблюдаю? Нет. Поэтому, чтобы себя поддерживать, свое существование, мне нужно, чтобы меня наблюдали. Ну, то есть, я переложила ответственность наблюдателя на других. Я себя не хочу наблюдать, поэтому пускай наблюдают меня. А они сволочи, не хотят нас наблюдать. И мы постоянно перетягиваем на себя внимание. А нос, операция на нос, почему у тебя предстоит? Нет, мне не предстоит, у меня уже была. Что нос? Нос, это принимать и отдавать. Слушайте, мне кажется, эфир не заканчивается, но он через час закончится, забывая, что он бесконечный теперь. Буду скоро уходить. Сейчас, дайте, пять секунд почитаю, что тут еще интересного есть. Вот прям на самый интересный вопрос отвечу и пойду. Да, я такая хорошая училка была, вся пятнами покрылась и чесалась, пока Нелли слушать не начала. Анна, все, у вас аллергия прошла? Почему так часто болит голова? Ну, если психосоматику рассматривать, то она болит, когда мы уже приняли решение, мы знаем, что нам делать, а мы этого не делаем. Голова это как вторичная выгода лечь, полежать и не делать, не принимать шаги к тем решениям, которые мы уже решили. Например, куда-то пойти, что-то сделать, уйти из семьи, поменять работу, да неважно, какие-то глобальные вещи, которые, нам нужны перемены, а мы не хотим уйти в них. Ну, потому что у нас есть шаблоны, а вдруг я уйду, а там лучшего не найду, а вдруг работаю эту стрёмную брошу, которая меня убивает, и вообще никакую не найду, даже не подумав о том, что вы перестанете себя убивать, вот, а когда вы живой, ну, как бы мы не догадываемся о том, что нас эта работа убивает, и мы с головными болями лежим, лишь бы не решать этот вопрос. Много мыслей, сядь, выпиши на листочек, да, вот Елизавета прям тоже пишет, если голова ещё болит. Мы забиваем свою голову всячиной, мелочёвкой всякой, лишь бы не решать самые важные вопросы нашей жизни, пойти в перемены, в страхе, в те вещи, в которые мы давно хотим пойти. У меня тоже мигрени, я очень много делаю в этой жизни, а много не делаю, и мне ещё работать с собой и работать. Я страдаю мигренями, у меня голова очень часто болит, потому что я своей жизнью не живу, я понимаю, почему у меня голова болит, я пока не нашла выхода иного третьего. я очень много занимаюсь людьми, а не собой, то есть я круглосуточно сижу, разбор эти книжки, отвечаю на вопросы, меня ещё заёбывают все, это я сама себя заёбываю, ещё эти марафоны, всё хочется провести, но марафоны я обожаю, курсы я обожаю, просто не могу, мне прям хочется, и мне неинтересно собой заниматься, мне интересно заниматься этими марафонами, а голова болит от того, что своей жизни я вообще не вижу, то есть некогда заниматься гулялкой какой-то, некогда в кино пойти, некуда раз в год куда-то выбираюсь, но особенно этот год, как закрыла себя сразу год просидела дома, занималась тут работой, голова и болит, что нужно придумать наконец-то способ, чтобы высвободить для себя любимое время, вот, но я убеждаю себя, что время потрачено на людей, это типа мне в кайф, но оно в кайф действительно, но я вижу, что собой-то я не занимаюсь, короче, я хитрая, я как лиса виляю, боялась раньше жить по своим истинным желаниям, эмоциям, ощущениям, от этого был долгий застой, разлад в отношениях, как стало говорить все, что реально на душе без страха пошел сдвиг, желаемое стало проявляться, классно, вот вам примеры, Нелли, ребенок каждый день плачет, не хочет идти в садик, я чувствую вину за то, что оставляю его, и постоянно жалуются, что его там обижают, а он боится описываться, но вина же порождает вот это вот его наказание, его и наказывают из-за вашей вины получается, вина любая, она всегда проецирует наказание, короче, надо поработать со своей виной, блин, ну я так в прямом эфире не проработаю, это нужно садиться работать, консультация, либо по поводу вины, у меня же очень много эфиров есть, зайдите по ссылке в профилях путеводитель, наберите видео, путеводитель по видео, наберите в поисковике там слово вина, и вам высветятся все видео, где я рассказываю, как работать с виной, а что делать, если я убийца, раньше убивала, усыпляла, ну так мы все убийцы, все, мы себя убиваем каждый день, и чем больше мы себя убиваем, тем больше вовне вовне смертей, это нам просто реальность показывает ну как бы наше отношение к себе, усыпляла кошек, собака, теперь пришла мысль про мужа, ну вы их усыпляли не просто так же, правильно, почему у вас вина, вы им помогали, все нормально вы с этим, а вот про мужа я тебя породила, я тебя убью, тут корень, конечно, это надо поработать, вы не принимаете то, что он транслирует ваши стороны, которые, ну вы пришли в этой жизни осознать, полюбить, выпишите на листочек все, что вам не нравится в муже, найдите их в себе, найдите их в себе и прям проработаете, почему вы это отрицаете, как это можно использовать, каждое чувство можно использовать себе на благо, как молоток, молотком можно убивать, молотком можно делать какие-то вещи, творить, бабуретки, там шкафчики, просто мы все не так используем. Пигментные пятна на лице, это все связь с внешним, ваша коммуникация с внешним миром, то есть я уже в начале эфира рассказала про кожу, пигментные пятна, прыщи, неважно, что на коже вылазит, это все вам говорит об одном, то, что вы вовне и внутри не соответствуете. Это все туда же шаблон, а что подумают люди, поэтому я буду как надо себя вести в маске. Подошла дочка 4 года, спрашивает, а почему у нее волосы меняют цвет, а то у ребенка мир перевернулся. Пускай ребенок «Матрицу» посмотрит, там же, помните, у них волосы менялись, я так всегда мечтала такую прическу, кстати, блин, желание не исполнилось, когда я фильм «Матрица» смотрела, там у них платья менялись, костюмы менялись, волосы, я такая, блин, думаю, интересно, у нас когда-нибудь техника до этого дойдет, всегда, когда мир же материализуется любой после прочтения какой-то книги, вот смотрите, все, что нам казалось фантастикой, уже воплотилось, вот раньше мы книжки читали, фантастические, они все воплощаются, то есть мы фокусом внимания толпой на что-то одно внимаем и материализуем, и любая фантазия, она может реализоваться, чем больше фокуса внимания многих людей на этом, тем быстрее это все воплощается, и я все ждала, когда же в мире можно будет вот так вот волосы иметь, блин, оно вот, желание осуществилось, я вообще в шоке, у меня реально сейчас самый мир перевернулся, офигеть, вот это да, прикиньте, фантастика, фантастика в реальности реализовалась, фантастичные вещи, они все тут уже быстро воплощаются, так, я обещала 10 минут назад выйти уже, сейчас еще посмотрю, сообщение, с зубами и прикусом проблема, вот, скоро выйдет книжка про зубы, для чего богу зубы, и я там много написала интересного, все, я дочитала ваше сообщение до конца, благодарю, но и не могу все озвучить, тут очень много сообщений, много вопросов, короче, все, что сможем, мы разберем на женском марафоне, плюс, у кого есть вопросы, переходите в путеводитель, в инстаграме, ссылка в профиле, прям зайдите в профиль мой инстаграма, ну, вы здесь и так, там есть ссылка на меню, топлинк, заходите, и там много кнопочек, на кнопочке, на которой написано, я уже как для детского сада рассказываю, то переспрашивайте опять, на кнопочке написано путеводитель по видео, вы попадаете в телеграм, телеграм, не YouTube, и там все видео с YouTube, все, и по поиску, набрав ключевые слова какие-то, ну, например, вина, или там дети, или диабет, или нет денег, или, ну, что угодно, долг, высвечиваются все видео, где я говорила на эту тему, и тайм-код, вы прям можете нажать на циферку времени, и вам кусочек, именно этот кусочек с этой темой будет показан, то есть, очень удобно сделано, заходите, в принципе, очень много вопросов можете решить быстро, не ища по видео, а прям конкретно набрали, там, вина, или конкретно набрали деньги, или набрали там тем, предназначение, штуковое предназначение, да, или как не стареть, старость, морщины, желчный пузырь, болячки, машина, квартира, у меня тем-то много, на самом деле, я уже сама не помню, банальщину, ладно, перечисляю, вот, ладно, рада была вас увидеть, услышать, а то я сейчас чувствую, зависну на 3 часа, меня же вообще не остановите, но эфир будет длинный, на YouTube, не хочу такой прям длиннучий записывать, мне кажется, с вами 2 часа тут сейчас болтала, очень рада была поотвечать на ваши вопросы, и кто вначале не видел прямой эфир, посмотрите про кипяточек, про чайничек с кипяточком, про кипятильник, очень интересно, потому что актуально, уходите с поля токсичных людей, присоединяйтесь к людям, которые уже исполнили ваше желание, то есть вот мое напутствие, хотите жить там в шикарных домах, общайтесь с людьми, у которых есть уже эти дома, и ваше поле, и их поле смешивается, вы поймёте, осознаете именно эту информацию, чтобы у вас тоже был такой дом, вам придёт эта информация, мы с людьми общаемся не просто так, каждый человек, наши ресурсы, все ресурсы — это люди, и информация приходит к нам, к нам, о, не выйду я сейчас, пять минут я не выйду, сейчас у меня есть что сказать, информация к нам приходит только через людей, и поговорка «сапожник без сапог» имеет место быть, мы сами себе не можем сделать операцию, мы сами себе не можем ничего сделать, вообще ничего, мы сами себе не можем одни трансформировать бошку, мы сами себе не можем, вот я свою головную боль без кого-то не смогу решить, мне нужен кто-то, мне нужны ресурсы для этого, мне нужны люди для этого, я сама себе не смогу ничего сделать, и вы тоже, не зря мы общаемся, не зря мы читаем книжки, не зря мы ходим на курсы, не зря мы вообще с людьми, даже рядом постоять с кем-то, вы уже набираетесь из его поля информации, просто не общаясь, даже просто рядом постоять, побыть в поле, вы считываете телепатически информацию, которая встраивается в вас, вы даже об этом никогда и не думали, но мы с людьми общаемся телепатически уже давно, хотела сказать, всегда, и мы неосознанно собираем информацию, и нам нужно общаться, и вот люди, которые боятся себя показать, они панцирь такой воздвигли, закрылись, они не получают извне ресурсы никакие, они себя закрыли, не показывают, и они извне точно так же через это не получают ничего, деньги, машины, квартиры ваши, блага ваши, мужики ваши, дети, продолжение жизни, путешествия, они только за счёт ресурсов приходят, людей, вы натолкнули на полезные мысли, да, блин, странно было бы себе, я не натолкнула, спасибо, все ресурсы приходят через людей, и до тех пор, пока вы будете сидеть в своей норе, у вас ничего не будет, вы тихонечко, тихонечко умираете, просто тихонечко замораживайтесь, поэтому давайте, открывайтесь, потому что, когда вы откроетесь, вы впустите этот поток, ну, как этот жизненный поток может через вас проходить, что такое энергия, да, вот сюда вот этот вопрос, блин, про энергию, по проводам, что у нас двигается, что-то, нет, у нас там есть движение, ничего, это просто поток, это просто поток, это перемена, это наш ресурс, который просто что-то двигается, и всё, а что-то это ничего, просто движение, из ничего в ничего, просто движение, и ток, он не заряжает, вернее, ток заряжает приборы, электроприборы, но не каким-то материалом, чайник, он не накапливает ничего, то, что ему по проводам проносится, там идёт ток и заземление, ну, то есть, сквозь чайник происходит этот поток, и он работает, как ещё объяснить, вы ещё тут кошки, да, собаки и кошки, все тут, жизнь — это поток, и этот поток должен через нас проходить, если мы закрыты, а мы закрыты, мы все закрываемся от всего, ещё и масками обкладываемся, панцирем там всяким, обкладываемся всем этим, мы поток перекрываем, а поток — это коммуникации наши с людьми, поэтому давайте в поле собираться, выходите уже, начинайте о себе заявлять и общаться. Какая-то у нас Ксюша-косметолог просится всё время на участие, или она заходит, выходит? Нет, всё, выхожу с прямого эфира, пока, целую вас. Субтитры сделал DimaTorzok